И снова, друзья, приветствую вас на нашем канале Вокруг Водоемов. Итак, друзья, по просьбе наших подписчиков мы сделаем очередный монтаж резинки. Значит, на канале у меня уже есть монтаж резинки, но это уже новый монтаж, ноу-хау, так сказать. Более усовершенствованный, более надежный, эффективный. Ну и сделайте ему уже любой из вас. Итак, друзья, в чем же различие между прошлым монтажом и нынешним монтажом? В прошлом монтаже я использовал крепление поводков на бусинке. Да, была большая такая бусинка, то сейчас вертлюжки у меня вместо бусинки. Вот. Зачем я так сделал? Все из-за того, что, друзья, через 10 рыбалок бусинка все-таки начинает где-то перекручиваться, где-то что-то перекручиваться. И со временем поводок накручивался на леску. Вот. Все. Были большие проблемы. И чем дальше рыбалка продолжалась, тем больше всех накрутил было поводка на основную леску. Сейчас всего просто немае. Свободно прокручивается вертлюжок. Вот. Так же изменил толщину я поводка. Если раньше у меня был 0,2, то сейчас у меня 0,25. Зачем это я сделал? Это из-за того, что когда зацепался я там за траву, за корть, за камыш, без разницы, под воздействием натяжки, вот, леска превращалась в поводок, в спираль. Все у нас спираль, то есть надо было откусивать поводок, опять по-новому вязать. 0,25 немного решается проблему, вот, толщина лески решает проблему. Можно, конечно, было использовать 0,2, ну, брать дорогую леску, дорогую. Но не факт, что она тоже покрутится со временем. Так что 0,25, по крайней мере, я уже отрыбачил, 5 рыбалочек, цего я не замечаю. Так же, друзья, изменил расстояние между крючками, между поводками. Если раньше у меня в прошлом монтаже было 25 сантиметров раздаяние между поводками, то сейчас у меня 70 сантиметров. За что это я все сделал? Ну, во-первых, увеличится больше площадь рыбного места, там, где у нас крючки стоят, больше захваты. О, если раньше у меня было, во-первых, 25 сантиметров и 5 крючков, то выходит вот так, что у меня захват рыбного места было, ну, метр двадцать пять, да? То при расстоянии 70 сантиметров у меня выходит больше трех метров захвата рыбной ловли. Ну, еще плюс, друзья, было так же, что когда кидаете резинку, вы же не понимаете, что там за дно, где будут у вас стоять крючки. Если крючки сбитые, вот, возможно, там на траву где-то ляжут они, большей вероятности, большое количество ваших крючков. Или на камень, или под камень. Ну, в общем, а может там нема хода рыбки, может... Бывает такое, потому что бывает такое, что рыба не везде вона ходит. У нее есть своя дорога, вот, и эту дорогу надо поймать. То есть при увеличенном расстоянии крючков у нас больше вероятности, что мы эту дорогу найдем и более нормальное дно тоже мы найдем. Потому что я не раз замечал, вот почему сразу берет там на первых два крючка, на средний не берет, или на последний не берет, а берет на средний. То есть все оказывается за то, что связано оно с дном. Все оно связано с дном. А при увеличенном расстоянии у нас увеличится коэффициент вероятности, что мы попадем на рыбное место, так сказать. В общем, так, друзья, так как у меня резинка уже собрана, для макета будем использовать, как основную леску, мононить. Давайте, друзья, представим, что это леска. Вот, тут ее на катушке 100 метров, мы ее намотали уже на катушку. Вот, толщина лески, значит, друзья, толщину лески можно использовать от 0,4 до 0,5. Значит, представляем, что это леска 0,5, толщина и 100 метров на катушке намотана. Значит, первая задача, нам надо взять край лески, вот, и отмотать 5 метров. Ну, я, друзья, отматываю 5 метров, замеряю вот так. Просто беру край плеча, вот, на вытянутой руке, вот. Вот, целый манометр. Плюс-минус, там, миллиметры, там, сантиметры, руль большую не играю. Просто отматываем 5 метров. Ну, допустим, я отмотал тут 5 метров. Вот. Первым делом нам надо сделать узел. Просто один раз, а так. Прокрутилы. Вот. И цей узелок нам надо протянуть полностью. Си, 5 метров. Протягиваем. Два пальчика оборота, раз, и оно все четко протягивается. Ну, допустим, друзья, я протянул 5 метров. Я не буду 5 метров протягивать. Затягиваем узелок. И желательно еще раз так сделать. На тот узелок, опять же, накинуть еще один узелок. И накидываем еще раз. Узелок на узелок. О. Тут у меня уже и к табу узелок на нытке. Вот. И получается у нас вот такие толстенькие узелок. Все, бусинка должна уже не проскочить. Дальше берем бисер. Итак, друзья, так что, друзья, нам надо бисер. О. Маленький. Чтоб главное, він налез на леску нашу. 0,4 или 0,5. И не проскочив через узелок. Желательно сразу и проверяйте там, где будете куплять. О, цей бисер. Зробить там на леске, там два узелка. Кусок лески взяли и пошли проверять. О. Пропускаем наш бисер. О. До узелка. Теперь берем вертлюжок. Размер вертлюжков семерочка. Семерочка, чтобы они были не большие. Вот семерочка в самый раз. И пропускаем наш вертлюжок до нашей бусинки. О. Пропустили вертлюжочек до нашей бусинки. Так, опять же берем бисер. И пропускаем его через основную леску. До нашего вертлюжка. Вот. И опять делаем узелок. То есть, нам надо застопорить эту всю систему. Нам нельзя сильно задавать нашу систему. Вот эту бусинку с вертлюжком. И далеко тоже нельзя. Вот. Узелочек. Ну, примерно вот так. Можно даже еще ближе делать. Так, друзья. Вот что у нас получилось. Узелок, бисер, вертлюжок, бисер и узелок. Значит, бисер служит для того, чтобы у нас вертлюжок не проскакивал через узелки и не бегал полностью по всей леске основной. Значит, все, в принципе, готово для привязки поводка. И мы к этому сейчас переходим. Итак, друзья. Вместо поводка я буду использовать черную нытку. Давайте представим, что это леска 0,25. Итак, берем край лески 0,25 под поводок и привязываем до вертлюжка. Зажимаю пальцем. Бару край опять загибаю. И цей край обматываю раза 4, а то и 5. Ну, а теперь берем цей край. Пропускаем вот эту петелечку. Вот. И затягиваем всю эту систему. Смочить можно, конечно, чуть-чуть леску. И затягиваем. Все, вот эту систему все затягиваю. Крайчик чуть-чуть потянуть. Все. Все, поводок готовый. Завязал я до вертлюжка. Теперь берем рулетку и нам надо от вертлюжка, от начала поводка, отмерить с запасом 20 сантиметров. И отрезаем. И отрезаем. Так, крючки будем использовать восьмерочка. Старайтесь брать восьмерочку, не толстые крючки потоньше, потоньше, потоньше крючочки, но восьмерочка. Теперь берем наш привязанный поводок, пропускаем через крючочек. О, тут самое главное, тут тоже, чтобы не ошибиться, нам надо отмерить. Я буду делать 17 сантиметров поводок. Я возьму немножко меньше, потому что крючок сейчас спустится, когда я буду затягивать. Ну, допустим, 15 хай буду. Вот, начало вертлюжка, поводка и начало привязывания нашего крючка. Всё, 15 сантиметров я взял и начинаю вязать крючок. Раз, два, три, четыре. И пропускаю через петелечку. И затягиваю. Так, что у нас тут получилось по размеру? О, друзья, всё, немножко сейчас подтянется и буду как раз 17. Опля. Всё, друзья, привязал и поводок. Длина нашего поводка вышла 17 сантиметров. То есть я просто взял чуть поменьше 15. Когда мы крючок завязали, начали затягивать, оно опустилося до 17 сантиметров. То есть у меня так получается. Ничего страшного, если у вас выйдет 16 сантиметров, ничего страшного, ничего страшного. Итак, друзья, вот что у нас получилось. 70 сантиметровый поводок с крючком, бисер и вертлюжок. Да, друзья, самое главное, не забывайте за кембрики. Ци кембрики служат для того, чтобы наши крючки зацеплять за них. Вот. И при забросе, чтобы крючки наши не в штаны, не за траву не цеплялись. Во. И ци кембрики будут находиться на основной леске. Так что, друзья, когда вы сделали первый поводок с вертлюжком и бисером, вот, закидывайте сразу сюда кембрик на основную леску. Ну, а потом через 70 сантиметров, вот, вы опять же делаете узелок, бисер, вертлюжок, и опять же бисер и узелок, и опять же накидывайте кембрик. То есть, чтобы у вас было 5 кембриков возле каждого поводка. Чтобы вы могли крючки за них зацеплять. И чтобы крючки в дальнейшем при забросе, вот, или при сматуре резинки, уже когда вы отрыбачили, не цеплялись, не за что. Теперь наша задача, берём рулетку, берём наш привязанный вертлюжок с поводком и отмеряем 70 сантиметров. Натягиваем лесочку хорошенько. Вот. Всё. Пальцем фиксирую место нашего замера 70 сантиметров. Вот. Делаю, опять же, узелок. И тут же и затягиваю по нашему размеру 70 сантиметров. Вот. Затянул и ещё разочек. Два раза на верочку, друзья, чтобы наш бисер не проскакивал. И опять же, друзья, всё то же самое. Опять берём бисер, набрасываем его на основную лесочку. Опять же, вертлюжок. Опять бисер. И опять же, фиксируем стопором двойным узелком. И так пять раз, друзья, на нашей рабочей пятиметровой леске. Значит, друзья, все пять крючков, как я уже сказал, не буду вязать. Я для примера вам показал. Значит, друзья, давайте допустим, что у меня тут все пять крючков привязаны с поводками. Вот. И тут появляется наш край лески уже. Ну, друзья, прежде чем вязать резинку, нам надо привязать до края нашей лески основной с крючками вертлюжок с карабинчиком. Так что, берём, спривязываем наш вертлюжок, пропускаем основную леску нашу, 0,5. Опять же, так как и поводок вязалось крючком, фиксирую пальцем, беру край лески и обматываю раз пять. Вокруг двойной леской. Ну, допустим, обмотаю я пять раз и прокидаю через петлю нижнюю, яка у нас получилась. И затягиваю. Всё, затянули. Желательно смачивайте, друзья. Смачивайте. Всё, вот что у нас получилось. Значит, резинка есть трёх видов. Первый размер – это тройка. Ну, у меня в данный момент двоечка. Всё, двоечка. Два миллиметра толщина резинки. И есть полтора миллиметра толщина резинки. Вот. Есть тройка в продаже. Ну, то, друзья, уже крупные рыбы, там для толстолоба. Вот. Там уже используют крепкую, толстую резинку. Она нам не годится на карася, на ляща. То есть, на такую рыбу он не годится. Сейчас у меня здесь все силиконовые резинки. Это уже ноу-хау. Новшество, так сказать. Раньше были лапша круглые. У них часто появлялись зайчики. Если на солнце вас она перележит, всё, получается, она высушивается, зайчики появляются. Если у вас в сырости хранилась резинка, тоже зайчики появляются. В общем, любые факторы, они приводили до того, что резинка покрывалась зайчиками. А зайчики – это просто, когда вы начинаете рыбачить, оно просто лопается. И ваша рыбалка превращается в неприятность, так сказать. С силиконовыми резинками цієї проблемы нет. Ну, тоже надо же ними дивиться. Когда вы рыбачили, желательно дома в тени где-то цю резиночку положить, чтобы она просушилась. Ну, а теперь берем резинку нашу. Вот. И нам надо нашу защиту из изолятора с проводом пропустить резиночку. А как это сделать? Ну, друзья, элементарно. Я делаю вот так. Беру иголочку с привязанной ниткой. Вот. На нитке я сделал узел. Так. И пропускаю в нитку нашу резинку. Вот так. Теперь берем изолятор. И через этот изолятор просовываем иголочку. Ну, чтобы просунуть без проблем, мы сейчас обрежем трошечки изолятор по размеру иголки. Все, иголку просовываем. Можно трошки подтолкнуть иголочку. Хоть ножничками, либо чем. Просовываем, чтобы край вылез. Иголки. Ага, все. Уже плачу край. Все. Просовываем нашу иголку с ниткой и с резинкой. Вот. Можно, конечно, было и смочить. Оно лучше пришло. Все. Аккуратненько просунули. Теперь край вытягиваем. Детяга, грузий край. Все. Отлично. Все. Без повреждений. Вытянули резинку. Все. Просунули резиночку. Теперь делаем петлю. Затянули. Сильно не надо давить, тянуть. Это все-таки же резинка. И для Верочки еще дополнительный узелок. Так сказать, для более уверенности. Если вдруг то и развяжется, то то и уже не развяжется. Ну, всякое бывает, друзья. И теперь на эту защиту мы накидываем наш карабинчик с вертлюжком. Да, карабинчик, друзья, желательно побольше. У меня маленький карабинчик. Я чем-то большие карабинчики не нашел. Вот. Чтобы можно было застегнуть. Бачите, маленьким я уже застегнуть не смогу. Да, не смогу я застегнуть. С трудом. Не, застегнул, но только с трудом. Ну, короче, друзья. Значит, допустим, я застегнул карабинчик. Вот. На защите. Все. Отребачил. И, допустим, вам надо убрать резинку. Карабинчик отстегнул. Все. Резинка пришла в сторону. А ваша катушечка с крючками уже наматана на катушке. Все. Теперь нам надо, друзья, привязать груз. Груз. Кстати, друзья, груз, это тоже немаловажно. Теперь давайте перейдем к весу груза. Який же нам груз надо использовать. А тут, друзья, самое интересное. Если у вас толщина резинки 2 мм, то вес груза должен быть, ну, не меньше 400 грамм. Не меньше. Где-то 400 или 500 грамм, да. До полкило должен быть вес груза. Это для того, чтобы ваш грузик не подтянулся во время вашей рыбалки. Вот. Потому что неизвестно, какое у вас там дно, где вы кидаете. Оно может быть и муляка, а может быть песчаник. А если песчаник, то это вообще, если у вас будет 300 грамм груз и 2 мм резинка. По песчанику у вас просто подтянутую резинку и крючки у вас будут возле боря. Так что под двойку леску используйте желательно 450 грамм, 500 грамм вес груза. Если у вас 1,5 мм резинка, то это 350-400 грамм вес груза. Ну, а тройка, тройка толщина резинки, друзья, там вообще грамм 750, да, грамм 750 вес груза должен быть. Значит, давайте привяжем груз. Вот у меня уже привязанный грузик. Вес его тут 480. Значит, длина веревки от грузика до петли, ну, где-то примерно метр, метр, друзья, метр двести, где-то так. Петлю, как делать, я уже показывал. Слаживаю это вдвое. Раз. И затянуло. Все сделаю петлю хорошую, да. Это для того, чтобы так брать в руки петлю и с размаха вот так, с-под себя, кидать в воду с берега. Вообще, надо петлю делать, друзья, под свой рост, под свою длину руки до земли. Если вы, например, будете с руки забрасывать, и вы будете забрасывать, например, с-под себя вот так, вот, то вы, конечно же, уже смотрите, чтобы ваша веревка сильно длинная не была и не касалась земли. Вы уже делаете под свой размер. Ну, метр, я думаю, это достаточно. От петли до грузика метр веревки это достаточно. Значит, друзья, тут не надо на веревке, если веревочка вас мягенькая, не жесткая. Просто делаете петлю, вот, и берете край резинки вашей, другий край, який уже привязывается до грузика. Просто берете, опять же, пропускаете петлю с резинкой и полностью всю резинку через эту петлю просовываете. И все, у вас получается, опять же, такая самая будет петля. И веревка, ну, никак не перетревом не перережет вашу резинку. Да, друзья, ну, в принципе, вот и все, друзья. Ничего сложного нема, если есть вопросы, задавайте. У меня подписчики задавали вопросы, например, сколько надо резинки или лески, вот, если я буду закидывать с руки. Ну, давайте, друзья, так. Если это озеро или пруд, и оно не широкое, да и вообще озеро пруд, без разницы. Там рыба в основном гуляет не на середине, в основном. Вона гуляет где-то, ну, метров 7-10 от берега. Ну, если это водохранилище, там резинку надо уже, друзья, ставить. Ну, извините меня, чтобы ваши крючки стояли минимум где-то 20 метров от берега. Там минимум, вот. То там надо резинку, вот, как купили, 20 метров резинки, там не 20, как я уже сказал, а 18 будет. Вот эту всю резинку 18 и поставили. Там вам надо уже будет вплавать ставить. В руках вы просто его не забросите на такое расстояние. Так что, друзья, если это озеро или пруд, то вам достаточно будет и 8, или 7-8 метров резинки. И ваши крючки будут стоять, ну, 10 метров от берега, это достаточно. Резинка будет не в натяжку, все будет четко. Вам главное надо будет кинуть метров на 20. Вот, с берега, вручную. Так что, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы не еще не подписчик, подписывайтесь на наш YouTube канал. Все, друзья, в рыбалке вам желаю не хвоста, не чешуи. Все, всем пока.